Всем привет! Доброе утро! Очень солнечное и очень, наверное, шумное за мной. Дело в том, что мы пришли сегодня первым делом к витринам Le Bou Marché. Это левый берег, на правом мы с вами уже были. Ну, а левый вот сегодня, и, знаете, витрины супер милые, поэтому давайте вам покажу. Ну, а потом планы такие. Мы с вами отправимся снова на рождественскую ярмарку, а еще, а еще что мы с вами сегодня, точнее, не сегодня, а в этом рождественском влогмасе большом еще не делали. Мы не пробовали бюш-то-нуэль, поэтому сегодня тоже займемся и этим. Погнали! Ой, у нас здесь кан-кан, смотрите, какая прелесть! А здесь у нас кусочки хлеба и багеты, которые танцуют кан-кан. У них в этом году явно какая-то кулинарная тема, но на самом деле очень даже мило. Эта витрина называется Бал Москов. Ну, и, конечно, мы просто обязаны зайти внутрь и посмотреть, как здесь все украшено. Тут прям целый такой рождественский тоже рыночек со всяким мерчем. У Герлен, конечно, прям красотища. Ну, в общем, у них в этом году явно какая-то тема шаров новогодних, потому что в них просто все. И самый классный здесь отдел, это, конечно, вот это. О, кстати, ну, нет, в этом году у них тоже сумки, как и пару лет назад, уже не в таком стиле, как у нас. Вот, например, младшему мы покупали уже мешочек вот в таком стиле, а у нас совершенно другие. Но вообще здесь, конечно, красота невероятная. О, вот это вот очень круто. Смотрите, здесь секция называется Сапан Гурмон. То есть это елка со всякой едой. Здесь должны быть игрушки в виде еды где? Например, вот такие перчики, конфетки. Но вообще есть даже сосиска. И суши. Потрясающе. Вот такие штуки я люблю. Подождите, это же Бабибель. Это вот этот сыр с восковой штучкой вокруг. Вот эти очень красивые. Но они прям легкие-легкие-легкие, очень хрупкие. Вот так с первого раза, возможно, непонятно, но на самом деле кажется, это трюфель. Баклажанчик. О, вот такой я обязательно когда-нибудь проверну. Хочу в один год сделать елку. Ну, не основную елку, а какую-нибудь дополнительную елку. Вот такие у меня планы. Сделать ее полностью украшенной только вот такими вот хохоряшками. Только, как называется, мишурой. Вот. И все. Без игрушек. Мне кажется, это будет очень кич и очень классно одновременно. У вот этой елки какая-то потрясающая верхушка совершенно. Вот такого я еще не видела. Подождите, мы еще с вами не все видели. Здесь еще есть кусочки сыра. Что? Причем разного. Как же это круто. Это моя любимая секция здесь. А вот это похоже на огромный адвент-календарь. Но я не знаю, что это должно обозначать, если честно. А еще здесь очень классный книжный магазин. Но сейчас на него нет времени. Да, собственно, и хватит уже. Вы видели. Я в прошлом влоге только открывала новую посылку. На самом деле, хотела купить какое-то из съедобных украшений. Но в итоге не купила, потому что, ну, очень уж они легкие. Очень хрупкие. С одной стороны, это классно. А с другой стороны, мне кажется, у нас они не выживут очень долго. Но, конечно, очень-очень красивые и забавные. Мой любимый зимний свет. Конечно, как каждый год, здесь установили колесо обозрения. И смотри-ка, кстати, очередь не такая большая. Обычно здесь гораздо больше народу. Ну, возможно, еще слишком рано, 11 утра. Тем временем, да, мы дошли до ярмарки в Тюлери. Вот эта мельница, это на самом деле ресторанчик. Вау! Вот это, конечно, размерчик. А здесь что у нас? Сосиски. Здесь подготовили сэндвичи. Ну, а тут уже роклетницы нагревают. О, вот здесь тоже. Хотя это очень похоже на кебаб, но выглядит вкусно. Так, а здесь у нас сладкая секция. Это у нас... Вау! Пончики и вафли. Вот нормальный размерчик. Ну, пока, конечно, эта ярмарка выглядит поинтереснее, если честно. В этом году, мне кажется, получше. О, смотрите-ка. Огурчики солененькие. И... Проклетница. Так, это у нас что? Лук. Общее впечатление. На самом деле, у меня немножко лучше от этой ярмарки в этом году, чем от ярмарки на Аля Дэй Фанс. Тут как-то поинтереснее, как-то побольше всего. И выглядит как-то, не знаю, может быть, потому что народу тоже чуть меньше, что удивительно, кстати. Но, в общем-то, да, пока мне нравится чуть больше, но все равно кажется, что раньше было еды больше, да? Да, 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 вот там была секция дальше за колесом обозрения, ее в этом году нет. Но зато здесь есть луковый суп. Правда, кажется, его никто не продает. Может быть, его еще не сделали. Ты опять останешься без лукового супа? Придется дома делать. Но гигантская нуга есть везде. А еще здесь вот, например, куча всяких сосисок. А еще здорово то, что здесь есть места, где можно прям сесть и поесть. О, там идет наше тартифлет. Мы зашли вот в такое вот пространство. Тут прям столы. Очень удобно. Намного лучше, чем стоя. У-у-у, это выглядит потрясающе вкусно. Все, можешь и ставить спасибо. Очень вкусная, очень свежая тартифлет. Прям потрясающая. Здесь она мне нравится больше, чем на Ля де Панте. Проблема в том, что нам сказали, что через 15 минут, да, что там никого не было. А потом кто-то сказал, что придут люди через 15 минут. Не знаю, будешь дожидаться супа? Ну, это не сможем уже. А, да, точно. Вот это вот вообще-то не только для того, кто это ест. Так, нас тут немного обкуривают дымом, но красиво. Пока мы ели, народу, конечно, прибавилось так значительно. Ну, а дальше там уже часть с американскими горками, поэтому туда мы, наверное, не пойдем. Это не так интересно. А мы пойдем в другое место на выход. План, на самом деле, сейчас дойти до Анжелины, потому что я что-то погуглила, и в этом году, если честно, самые классные бюш-де-ноэль, точнее, маленькие бюш-де-ноэль, да, вот эти вот, то, что называется бюшет, то есть рождественские полежки, хотя там они не в форме полена, ну, в общем, там они выглядели самыми красивыми, самыми интересными, поэтому туда мы и идем. У Сериля Линьяка я тоже очень люблю, как обычно, но там ничего нового. Единственное новое, что они сделали в этом году, это штука с каштанами. Ну, а если вы меня смотрите давно, вы знаете, что каштаны я не люблю. У этой Анжелины, надо сказать, всегда очень много народу, просто огромная очередь. Посмотрим, что будет в этот раз. Я потихонечку надеюсь, что если ты не идешь в ресторан, в кафе, а просто хочешь зайти в бутик, то пускают. И не нужно стоять в этой огромной очереди, но посмотрим. Вот это их большие в этом году бюш-де-ноэль, очень красивые, ну, а я хочу взять мини-версии. Вот, видите, если нужно купить сразу, то здесь нет очереди, точнее, вот мы в ней одни. А вот напротив очередь, вот это все те, кто хочет пойти в кафе. Ну, здесь, конечно, невероятная красота. А вот и, собственно говоря, бюш-де-ноэль, точнее бюш-эль. Так, вот такая, такая и такая. Я думаю, что мы возьмем все. У-у-у, и здесь тоже есть круассанчики и бам-шу-коля. Смотрите-ка, Анжелине в этом году, оказывается, 120 лет, а я даже была не в курсе. Вернулись в тюллерей, чтобы, собственно говоря, попробовать всю эту красоту. Не хочется везти до дома, если честно, потому что... Ой, как ярко. Потому что часто, когда довозишь до дома, то потом оказывается, что они немножко как-то, не знаю, побились по дороге, немножко примялись. Поэтому вот прям сейчас здесь, на солнышке, и попробуем. Вот здесь очень удачно стоит стульчик. И вон там еще несколько. Я думаю, что вот здесь, вот с таким вот видом на лувр, на колесо, на сад тюлери, мы и сядем попробовать. Первый дегустатор уже готов. Что там? Самолет? И правда самолет. Так, у нас две в нижней, и в верхней одна. Так, вот такая вот красотища. Так, а здесь кому-то очень не терпится. Все, теперь уже не я первая пробую. О-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ладно, вкус от этого не меняется. Можно теперь я попробую, пожалуйста? Это у нас бюш-тро-шоколе. То есть это у нас рождественская полена с тремя шоколадами. Здесь у нас хрустящий черный шоколад, какао-бисквит, ганаш ванильный, ганаш шоколадный, ганаш из черного шоколада, и еще сверху шоколад. В общем, такой шоколадный, шоколадный шоколад. А здесь у нас брусника и маракуйя с карамелью. В больших версиях это выглядит вот так. У меня тут листики, которые подсказывают содержание пирожных. А в мини-версии это вот такие вот шарики. Так, какую первую? Вот эту или вот эту? Вот эту, да? О, это очень вкусно. Но я пока не чувствую, совершенно не чувствую маракуйю. Наверное, она внутри. Маракуйя? Я чувствую только ваниль и карамель, а вот маракуйя нет. Так, давайте я быстренько попробую брусничную, пока брусничную еще не съели, а потом вернемся к маракуйе. Вот здесь брусника чувствуется. Ее там даже видно внутри. Не знаю, видно ли вам. Надеюсь, что да. Там прям ягодки внутри. Брусничная пока моя самая фаворитная. Вкусно, да? Свернемся к маракуйе, потому что что-то я не прочувствовала. Соленая карамель. Я не понимаю, где там маракуйя вообще. Вот что-то я почувствовала. Ну-ка. А, наверное, это вот этот вот крем. Но лучше бы там были кусочки маракуйи, если честно. В общем, мой фаворит в этом году бюш-де-нуэль. Это однозначно брусничная. Очень и очень вкусно, очень ярко. Но я все равно хочу сидеть и наслаждаться редкими лучами солнца, хоть и с закрытыми глазами. Вот кому больше всех здесь нравится. Шоколад! Шоколад! Вкусный шоколад? Да? Да. Шоколад! А еще на работе в этом году устроили секретного Санту, тайного Санту, в котором я решила поучаствовать. Но единственная проблема это в том, что я совершенно не знаю человека, который мне выпал. Не, я с ним один раз по работе общалась. Ну, в смысле, прям сталкивалась. И мы что-то обсуждали по работе. Ну и все. Я понятия не имею, что ему нравится, чем он увлекается. В общем, я пошла, поговорила с его друзьями, и они мне посоветовали тарадам, купить ему бутылку вина. Если честно, не очень хочется поддерживать какие-то алкогольные наклонности в людях, но у меня нет выбора. Я просто не знаю, что еще ему можно подарить. Поэтому мы идем в винный магазин и, да, сейчас что-нибудь выберем. А тут вот напротив церкви скауты продают сосиски. Забавно, конечно. Так, ну что, а теперь нам нужно с вами открыть дальше адвент календари. Так, во-первых, покажу вам то, что вы не видели несколько дней, что я открывала сама. Вот эти продукты. Надеюсь, что что-то из этого я вам уже не показала. Если что, будет два раза. Вот такой увлажняющий гель от Биотерм. Он с гиалуроновой кислотой и с живым планктоном. Ну, пахнет, кстати, очень-очень приятно какими-то, да, водорослями. Дальше вот такая штучка от Kiko Milano. Ну, а внутри вот такая вот гелевая помада, я так понимаю, или что-то вроде блеска. Она на самом деле не очень яркая. То есть, если вот так вот ей красить, видите, она буквально как оттеночная такая. Еще один гель с пробиотиками, но уже от Kores. Beauty of Jason написано. Я таким никогда не пользовалась. Это, судя по всему, корейский SPF. И еще попалась вот такая вот штука от Revolution. И я, кстати, мне кажется, у них ничего не пробовала. Все время только слышу ото всех. И здесь у нас мыло для бровей. В смысле, мыло не чтобы их мыть, естественно, а чтобы их укладывать. Я всегда пользуюсь гелем от Анастасии, но вот такой штучкой тоже можно попытаться. Что там упало? А, вот такая вот эта с пули щеточка. Никогда не пробовала мыло. Именно если вдруг мне понравится, я, конечно, вам расскажу. Ну, или если совсем не понравится. Мне нужно открыть 16-й и 17-й. О, 16-й большой! По-моему, ящичек был несколько больше, чем нужно для такой туши. Тушь называется Sweet. Какая-то облачная, как на ней написано, тушь. Давайте откроем, посмотрим, какая там. Ух ты! Пахнет просто обычной тушью. И вот такая вот силиконовая щеточка. Расскажите мне, если вы знаете про такую тушь или вообще про такую марку. Я впервые слышу. И номер 17. О, там тоже большой ящичек. Тейки, что у нас здесь? Что-то квадратное. Какой-то серум для лица под названием, точнее, от марки Bioma. Будет интересно попробовать. И давайте откроем Гарри Поттера. Так, значит, мне нужен номер 16-й. Чик. А, кстати, я какой-то из них не собрала. Подождите. Кажется, здесь был какой-то номер, который я не собрала. Вот, 15-й. Так, пока я собираю 15-й номер, давайте покажу вам, как и обещала, все те номера, которые я собирала без вас и которые я вам в ночи решила не показывать, потому что, о, да, наконец-то я снимаю при свете дня открытия календарей. И, хотя, видите, уже что-то немножко так начинает зимнеть. Ну, ладно, мы с вами еще успеваем, и поэтому, да, смотрите, что я открыла в календаре Гарри Поттер за предыдущие дни. Итак, что мне попалось в предыдущие дни? Ну, не по порядку, но в целом, вот такой вот дамблдор в пижамке и с бокалом. Гермиона в шарфике и шапочке. Дальше, вот такой вот столик, по-моему, я показывала, но покажу еще раз. Еще был вот такой вот столик с бутылкой и свечкой. Рон в шапочке. Еще была вот такая тележка со сладостями. Так, это, по-моему, вы уже видели. Елочку вы тоже видели. Это была самая первая игрушка. Вот такой вот прилавочек с шоколадной лягушкой Берти Боттс и, по-моему, это какой-то леденец. Вот такая штука с хлопушками. Почтовый ящик с совой и, да, там есть письмо, которое можно оп, отправить. Ну, и вот такой вот знак о том, что Сириуса Блэка разыскивают. Это не кран, это вот такая вот бочка, видимо, для сливочного пива. Что-то мне подсказывает. Так, номер 16. Ух ты! И тут у нас, по-моему, фонарик. Вот такой заснеженный фонарик. Так. А, это Мадам Размерта. Та самая, которая и разливала сливочное пиво. По-моему, это именно она. Ну что, календари мы с вами открыли, и давайте еще быстренько поделюсь тем, что я читаю сейчас. По-моему, я вам еще не показывала, но это, похоже, самое рождественское чтение, что вы вообще видели. По крайней мере, что я видела, это точно. Это, да, Чарльз Диккенс и его рождественская песня в прозе и другие рождественские рассказы. Другие рождественские рассказы здесь в начале и в конце, ну а посерединке вот как раз рождественская песня в прозе. И сейчас я ее как раз и читаю. Кстати, здесь есть вот такие вот иллюстрации внутри. Это издание Penguin Classics, оно в ткани. И, по-моему, я вам показывала, у меня есть целая коллекция Диккенса, сейчас скажу, сколько книг, шесть книг вот в таких вот изданиях, и было бы больше, я бы купила все, но, по-моему, больше не издавали, только вот шесть, и они совершенно прекрасные. Ну а содержание это что-то невероятное, да, здесь действительно короткие, совершенно малюсенькие, пока были рассказы, и вот я добралась до рождественской песни в прозе, и, в общем, это настолько погружает в атмосферу. Ух, я поделилась в Телеграме, и многие из вас мне написали, что это действительно их любимое рождественское чтение, что вы тоже считаете эту книгу супер атмосферной, супер подходящей именно к этому сезону, и, в общем-то, я ждала несколько сезонов, как-то все у меня не получалось, несколько лет я ее хотела взять именно на Рождество, на Новый год, вот в этот период рождественский, декабрьский, и вот в этом году мне это удалось, и, о, да, это правда очень погружает в такое семейное тепло какое-то, что-то уютное, доброе, вся вот эта вот атмосфера, хотя рождественская песня в прозе, вот, это ее первая страница, и здесь вторая страница, рассказывает о Скрудже. Скрудж, это такой очень, как бы это сказать, угрюмый, очень жадный, очень такой меркательный, практичный, в плохом смысле этого слова, человек, он не понимает радости, он не считает, что вообще кому-то нужно радоваться, особенно людям, которые, допустим, бедны, у него тут бедный племянник, он говорит, ну что ты вообще радуешься, почему Рождество в тебе пробуждает какие-то хорошие чувства, если ты беден, посмотри на себя, и в общем-то пока я прочитала всего несколько страниц, наверное, страниц 10 где-то так, и в общем-то я так понимаю, что ему должен явиться призрак его усопшего партнера по бизнесу, а он у нас, да, бизнесмен в 19 веке и в общем-то дядя Скрудж, мне кажется, он должен был 100% послужить прообразом, наверное, утенку, помните дядю Скрудж из утиных историй, вот мне кажется, что-то там точно должно быть, недаром у них одно имя, тот тоже такой достаточно угрюмый и тоже не особо такой веселый, не самая веселая утка, да, дядя Скрудж, и он единственное, наверное, что любит, это деньги, и вот Скрудж, оригинальный Скрудж Диккенса, похоже, тоже любит только деньги, но посмотрим, удастся ли как-то этому герою поменяться к концу, может быть, он станет каким-нибудь более понимающим и добрым, хотя это, наверное, было бы странно, если вы не пробовали, то попробуйте, вдруг это добавит немножко, еще капельку рождественского новогоднего настроения, ну что, я с вами буду прощаться, и знаете, что пойду сейчас сделать, пойду смотреть вторую часть сезона сериала Корона, да, потому что первая часть последнего сезона вышла, по-моему, где-то недели две назад, может быть, недели три назад, и вот, теперь вышла вторая часть, поэтому я пойду смотреть, первая часть, конечно, мега грустная, заканчивается нагибелью принцессы Дианы, но тут никаких спойлеров, все мы знаем, что так случилось, вот, посмотрим, о чем же будет вторая часть, вот, кстати, с вами пришла поздороваться под занавес Нокс, знаете, где сегодня я эту красавицу настолько иголок валяются, прям целые маленькие веточки, а вот потому, что вот это вот, вот эта вот хулиганка на дереве сидит иногда, да, вряд ли это был первый раз, я только в первый раз тебя там заметила, вот так вот, пишите, если ваши пушистые друзья, особенно всякие коты и кошки, вряд ли собаки этим промышляют, хотя, кто знает, напишите, если вдруг это ваш случай, но я думаю, что кошачьи братья и сестры точно, точно тоже кто-то из них висел или пытался на рождественской новогодней елке, пишите, если это ваш случай, виртуальная вам пятюня солидарности, ну, а в целом я всех обнимаю, надеюсь, что сегодняшний влог погрузил вас снова в атмосферу Нового года, праздника, чего-то такого теплого и уютного, и, в общем, да, всем пока, до встречи, новых видео совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова